Девушки отдыхают Когда патроны сделаны, ствол более-менее пойдет Можно его, конечно, полностью скопировать с картинки Как он выглядит, сделать прям один в один Но это, говорю, в принципе, не принципиально Главное в этом видео, в этих видео Я хочу рассмотреть вообще варианты Как что можно сделать Какие возможности и какими инструментами Чем пользоваться, чтобы более-менее что-то можно было сделать Похожее на модель Так, теперь в этом видео давайте рассмотрим Самое интересное, это текстуру Как можно сделать шкуры змея Вопрос, кстати, скажу, не очень легкий Если кто-то не делал ничего подобного Или, допустим, работал только с людьми А не работал с животными в плане лепки Так, первый вариант, что приходит на ум Возможно, многим Это сделать кисть Которая будет просто рисовать шкуру Ну, давайте рассмотрим, как это можно сделать Откроем Tool И давайте выберем, наверное, куб Что-то у меня программа подтупляет Выберем куб Все это дело сейчас установим Поменяем световую сферу, материал Выравниваем все И жмем Make Polymesh И теперь давайте Так, вот такой у нас куб Выходит Давайте теперь поработаем с геометрией Нажмем Size И вот так вот его сплю с ним Опять же, объясняю быстрый способ Вы потом можете использовать любые варианты Любые сферы, любые заготовки Но просто хочу показать вам принцип Так, теперь, что мы делаем Открываем Brush Это, жмем Ctrl-Shift Нажимаем на кисть И берем вот этот клип Цежил Клицерил Опять же, нажимаем Делаем вот такую вот заготовочку Вот такую Вот На чешую, чтобы было похоже Можно ее, конечно, еще немножко Вот так вот вытянуть И теперь Давайте чуть-чуть бока Вот эти пообрежем Можно, конечно, ее и так использовать Сделать еще чуть-чуть потоньше Вот так вот И вот в таком духе Можно использовать Но давайте еще Сделаем одну операцию Слип Цирл вот этот включим И вот так вот Так Цирл давайте-то попробуем И вот так вот это дело Все обрежем Зайдем в Modify Apology И нажмем Mirror and Weld Так, это она у нас будет по Z Вот такое что-то у нас получилось Добавим Divide Вот так вот И теперь зайдем В Subtools Добавим Delete Давайте добавим Дубликат Три штуки И теперь Moff Откроем И вот так это дело Все установим Переключимся На другую И опять же ее Вот так вот Кверху поднимем Вот тогда у нас Вот такое получилось Теперь надо это все Дело чуть-чуть Оформить Можно ее сделать Лепкой Полностью Пролепить какие-то детали Более-менее Здесь вот добавить Хребет Но это Долговато для видео Давайте я вам просто покажу Как это все работает Теперь мы все это Объединяем Делаем Merge Merge Down Это все есть в прошлых видео Включаем фантазию И в принципе можно Творить чудеса Вот когда вот так мы сделали Устанавливаем Выравниваем И отключаем Moff Ставим драйв Делаем дубликат Переключимся на дубликат Опять жмем Moff Так И вот так вот ее можно Тут установить Используем ротацию Немножко вытягиваем Чтобы она была наверху С помощью Moff Вот так выводим Немножко вот так вот Опять же корректируем И опять работаем ротацией Если где-то что-то у вас Артефакт какой-то получается То можно его просто Чуть-чуть вдавить Добавляем Или вот так вот вытянуть Или вдавить Вот такие чешуйки У нас получаются Теперь что мы делаем Назначаем Одну полигруппу тут И одну полигруппу Здесь Можно еще третью конечно сделать Но я думаю нам две Достаточно будет И теперь заходим в Brush И жмем Create Insert Mesh Жмем новый Вот у нас появилась Одинарная Чешуя Вот эту вот мы теперь можем сделать Еще двойную Объединить их Вот у нас такая Можно сделать одну полигруппу Можно сделать несколько полигрупп Эту можно тоже сохранить Рисовать одной И можно сохранить Вот эту вот готовую Так теперь давайте посмотрим Как все это работает На примере давайте сферы Отключим поле Сделаем Make Polymer Уменьшим Draft Size И вот так вот она наносится Можно ее вот так наносить Так а можно прибегнуть В строк Включить Curve Mode Уменьшить Draft Size Еще чуть-чуть Поставить вот эту вот Строк И вот такая у нас получается Строка Также мы можем Ей здесь уменьшить шаг Вот этот Curve Step Чуть-чуть уменьшим Чтоб она поплотнее была Вот теперь она ближе И вот такими чешуйками Можно рисовать Вы видите ничего так Вид более нормальный Давайте теперь посмотрим Как это на модели будет выглядеть Когда вы будете рисовать Будет у вас Прибавляться вот этот полигонаж Его можно отделять потом Или уменьшать уже С помощью Децимейшн мастер вот этот Опять же смотрите видео Ставите процентовку Уменьшаете Ну будет у вас такая вот Такой вот казус Вот когда вы будете наносить На модель вот эту вот Курву На ровную поверхность Еще понятно Но вы видите что Здесь можно конечно будет Поправлять ее Но вот эти края будут торчать Можно конечно кисть настроить Чтобы она работала Именно Обтекала Это как-то дело Ну в принципе Вот такая штука Получается И когда вы вот видите Что она все равно торчит Это поправлять ее надо будет Ну короче Малоприятный факт Тоже будет вылазить Особенно вот там Наверху на горбу За исключением Даже еще То что минус Полигонаж Прет Полигоны Вот эти вот В миллионы Превращаются Ну в принципе Можно делать Можно работать Вот такая вот Система Вот так все это будет вылезать Потом надо будет поправлять Ну мне это Не очень понравилось Хотя прикольно Давайте рассмотрим Теперь другой вариант Как можно что сделать Есть еще один вариант Это просто тупо вылепить Тоже Процесс долгий Можно Можно лепить Полностью Сделать маской Вот так вот Нарисовать маской Тоже кропотливо Конечно будет Но Может быть Результат будет Кого-то устраивать Опять же Показываю Примеры Потом покажу Конкретно К какому Варианту Пришел я Вот когда мы Маску нарисовали Жмем Контрол И И давайте Попробуем Все это дело Просто выдавить Выдавливать Можно Кстати Вот этими Клавишами Мов Скайл Допустим Тоже делать Или Можно В деформации Просто работать Здесь Сайзом Выбираем По какой оси Будет Она у нас Выходить Вот Что-то Такое У нас Будет Получаться И Где-то Можем Мы Вот Так Вот Приподнять С помощью Мов Или Допустим Работать Уже С Другими Вот Этими Функциями Ну Вот Такой Вот Вид Получается Ну Тоже Неплохой Давайте Я поближе Его Покажу Вот Так Все Это Дело Выглядит Если Порисовать Подольше Кропотливее Или Даже По рисунку Какому-то Пообводить Тут Где-то Что-то Ну В принципе Может Получиться Неплохая Шкура Так С этим Тоже Разобрались Как Вариант Так Давайте Теперь Используем Тот Вариант Который Более Прост И Качество Можно Постараться Качество Будет Хорошее Для этого Для начала Вот это Вот Тело Наше Она Сейчас 313 Тысяч Полигонов Надо Больше Прибавить Хотя Бо До Миллиона Ну Хотя Бо 800 Тысяч Вот Этих Полигонов Поставить И Теперь Давайте Поработаем Со Стандартной Кистью Включаем Стандарт Включаем Драг Трект Включаем Альфу И Кстати Вот Находим Альфу Уже Есть Готовые Альфы Их Просто Нужно Поискать Мы Их Просто Скачиваем Или Делаем Сами Кто На что Гораст Так Вот Так Вот такие У меня Альфы Скаченные И Давайте Попробуем Одну Вторую Как Это Все Будет Выглядеть Жмем Открыть Сейчас У нас Альфа Тут Установится У меня Сегодня Комп Просто Тупит И Теперь Давайте Поставим На Текстуру Тоже Эту Альфу Чтобы Вот Именно Две Стояло Прибавим Прибавим Драв Сайз И Вот Так Вот Так Так Вот Мы Наносим Ее Вот Так Чешуя У нас Получается Можно Опять Прибавить Интенсивности И Тогда У нас Вот Будет Получаться Вот Уже Такие Большие Чешуйки Вот Так Вот Ее Можно Потом Доделать Подкорректировать Где-то Вот Так Все Это Выглядит Также Можно Все Это Делая Интенсивность Прибрать И Вот Она Уже Будет У вас Как-то Мягче Более Менее Уже Так Вот Так Вот Выглядит Вот Таким Образом Можно Их Потом Пролепить Или Просто Подогнать Интенсивность Выбрать Именно Чтобы Интенсивность Подходила Чтобы Чистая Она Была Не Ломалась Вот Так Можно Сделать Нормально Высота Чешуек Нормальная Где-то Можно Доработать Можно Использовать Еще Другую Текстуру Вот Такую Вот Она Уже Более Менее Такая Потолще Если 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 Ее Тоже Поставим Не Только На Текстуру Но И На Альфу То Прям Так Вид И Неплох Будет Наверное Сейчас Все Посмотрим Опять Вернемся Назад И Вот Такая Вот Уже Получается Штука Вот Здесь Где полосы Есть Можно Или В фотошопе Доработать Или Просто Потом Сгладить Чуть Чуть И В принципе Будет Все Нормально Вот Вот Такие Большие Даже Чешуйки Можно Делать При Интенсивности Большой Но Это Уже Не Интересно Слишком Изломов Много Ну Вот Вот Так Вариантов Вот Этих Альф Очень Много Так Что Можете Скачивать В интернете Пробовать Можете Просто Ввести Текстуры И уже С текстурами Находить Там Любые Использовать В виде Альфы Так Давайте Теперь Я покажу Готовый Вариант Эту Змею Мы Отключим И Вот Такой У меня Змей Получился Вот С такой Текстур В Принципе Если Еще Чуть Чуть С ней Поработать Пролепить Детали Шляпы Добавить Каких-то Элементов Где-то На пистолет Добавить Допустим Покорябанность Или там Еще что-то Текстурки Какие-нибудь Добавить Вот так Вот Модель Выглядит Внешний Внешний вид У нее Более-менее Преобразился Конечно Сейчас Расскажу Какими Можно Еще Пользоваться Текстурами Какими Вариантами Использовать Можно Стандартные Вы уже По прошлому Видео Наверное Эти Знаете Вот Она Альфа 62 Которая Первую Делал Текстуру Вот Она Вот Так Наносит Слишком Крупно Слишком Как-то Ядовито Ну В принципе Ее можно Сделать И помягче И Кисть Если сделать Поменьше Где-то Можно Вот эти Вот Края Вот так Уже Снизу До Оформить Уже Вы видите Что Вид более-менее Другой Будет Становиться Вот Так Вот И Потом Еще Если Все Это Дело Подключать Вот Эти Текстуры Переключиться На Freehand Вот Этот Или Допустим Даже Использовать Clay Build Deput Bird То Можно Уменьшив Интенсивность До Двоечки Опять же Как я Вот Вам Показывал И Размер Пера И Просто Им Где-то Поднабросать Вот Так Вот Массу Массу Вот Так Вот Каких-то Не Не на Всей Поверхности А Вот Просто Так Вот Оформить Также Можно Использовать Стандартную Кисть Она Будет Уже Более-менее Больше Давать Объем И Интенсивность Если Прибавить То Уже Можно Вот Вот Так Вот Где-то Края Просто Не Всю Обводить А Вот Здесь С этой Стороны Придать Объему Здесь Допустим Вот С этой И Будет С разных Ракурсов После Как Тень Вы Сделаете Она Будет Очень Выглядеть Симпатично Вот Так Вот Ну Опять же Над Этим У Кого Есть Время Желание Заморочится Посидите Сделайте Идеальную Модель Вот Вы Видите Что Чуть Чуть Просто Так На Те Бисеры Вы Вот Так Все Это Дело Подкидали И Уже У вас Вид Другой Если Допустим Использовать Еще Какие То Кисти Или Допустим Поработать Немножко С Маскированием Вот Что Вот Так Вот Поднакидать Где-то Поменьше Можно Текстурку Поставить Вот Так Здесь Преобразить Вот Так Вот И Потом Сделать Control И И Поработать Немножко Допустим Выдавливанием Вот То Вы Видите Что Уже Сглаживается Край Более Менее Такие Детали Появляются Четкие Словом Экспериментируйте Пробуйте Надеюсь С Другой 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 Никакой Вы Хотите Ну В принципе Змею Можно Тело Скачать И Там Что 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 Подкорректировать Что Подогнать Ну В принципе Меня Вот Устраивает Вот Кстати Если Состыковать Вы Видите Что Несколько Текстур Вместе Вот Наложением Да То Уже Получается Да Прям Ничего Так Симпатично Ну Вот Такая Пока Модель Эти Края Можно Сгладить Где Вот Более Менее Вот Как Назло Вы Видите Что Все Вовремя В Этой Жизни Все Вовремя Что То Выскакивает Сегодня Вот С этим Видеом У меня Немножко Проволочки Так Что Пардон Все Если Что То Интересно Вам На Какую То Тему Пишите Под Видео Я Буду Уже Знать Что Вам Интересно И Как Объяснить Вам Принцип Работы На Той И Детали В Следующем Видео Сниму Вот Это Полностью Оружие Ну Раз Делать Так Делать Решил Заморочиться И Полностью Скопировать Какой У него Был Помощнее Такой Ствол А потом Уже Может быть Доделаем Рангу И Их Состыкуем Уже На Какой-то Площадке Поставим Здание И Устроим Между Ними Дуэль Все Давайте До Свидания